Виктория Аничаева Какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Коротко о главном. Рынок – субстанция подвижная, становишься, место займет кто-нибудь другой. А потому экспорт продукции – одна из ключевых тем экономики Беларуси. Вместе с участниками практического семинара по продвижению продукции на экспорт, который прошел в Брестском облсполкоме, изучала тему корреспондент Анастасия Стропко. Бресту тысяча лет, время икс не за горами. Анастасия Наздрин-Плотницкая посмотрела на активный процесс участия всех и вся в подготовке к миллениуму другими глазами. Новые факты о главном. Сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии завершили цикл мероприятий «Здоровое сердце – залог успеха». Как обстоят дела сердечные у Брещаны и жителей Брестского района, выясняла Анастасия Стропко. Будущие Пеле и Плотяни, Бекхем и Рональдо, воспитанники футбольного клуба «Руха» любят футбол не меньше, чем именитые игроки и мировые звезды. 10 декабря общественность отмечает Всемирный день футбола. Об этом и не только прямо сейчас. Детально и подробно. Экспорт продукции – одна из ключевых тем экономики Беларуси. Наши товары знают и любят в десятках стран. Сделано в Беларуси – это знак качества. Вклады в общее экспортное дело вносит и Брестская область. Притом вклад заметный. К примеру, сельхозпродукции на экспорт из Брещины уезжает более 20% от общего республиканского объема. Некоторое время назад актуальным стал вопрос диверсификации рынков сбыта. И в этом направлении также есть позитивные тенденции. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Рынок – субстанция подвижная. Остановишься, место займет кто-нибудь другой. Именно поэтому особую важность имеет одно из мероприятий текущей недели. В облсполкоме состоялся практический семинар по продвижению продукции на экспорт. Подробности далее. Маркетинговые исследования как первый шаг к выходу на новый рынок. Роль выставочных мероприятий – использование рекламно-полиграфической продукции и возможности интернет-площадок, а также участие в зарубежных закупках и торгах. Список тем докладов семинара для бизнес-сообщества региона оказался широк и охватывал множество направлений. Экспорт – важная составляющая развитие любого предприятия и очень важно уметь наладить диалог, а также товара и услуга оборот с зарубежными странами. Мы пригласили предприятия потенциальных и действующих экспортеров региона, независимо от формы собственности. Конечно, нам бы хотелось больше внимания уделить малому и среднему бизнесу, так как у них в наличии, как правило, меньшее количество инструментов для продвижения экспорта. И, в принципе, мы будем вести речь о всех действующих в Республике Беларусь возможностях механизмов продвижения экспорта. Поэтому наш семинар будет полезен как предприятиям всех форм собственности, так и, в принципе, любых отраслей хозяйства региона. К слову, в настоящее время предприятия Брестского региона имеют торгово-экономические отношения почти с сотней стран мира. Впервые в 2018-м товары и услуги под маркой сделаны в Брестской области. Уехали в Камбоджу, Кувейт, Либерию, Лихтенштейн, Мьянму, Пакистан, Уругвай и Гибралтар. В целом за 9 месяцев текущего года областной экспорт составил более 1 миллиарда 750 миллионов долларов США. 106,9% мы идем с темпом, несмотря на некоторые трудности с нашим основным внешнеторговым партнером, с Российской Федерацией, связанной с некоторой девальвацией российского рубля. Вот если посмотреть, в первую очередь, конечно, работа ведется на дирексификацию рынков сбыты. Цифры, в принципе, они говорят сами за себя. У нас поэтапно снижается экспорт в Российскую Федерацию не за счет того, что экспорт в целом снижается, а в первую очередь за счет того, что мы выходим на новые рынки. И работаем на рынках Европы, на рынках ЕАЭС, кроме Российской Федерации. Если у нас в целом в прошлом году было 75% экспорта в Россию, то в этом году у нас уже порядка 70% экспорта от Российской Федерации. Почти на 60% вырос экспорт товаров в Польшу. В целом же объем экспортных поставок на рынке стран Евросоюза увеличился более чем на 40%. Одним из приоритетных направлений остается развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой. За январь-сентябрь 2018 предприятия «Края» отправили в Китай в два раза больше продукции, чем за аналогичный период 2017-го. Номенклатура экспорта у нас в молочные продукты, ликвироводочные изделия. Есть такое хорошее броневическое предприятие «Карбонмеханика», которое поставляет вакуумные печи для изготовления дальнейшей электроники. Это основные такие направления, которые у нас есть. И пищевка. Все знают, что было у нас и Сиал-Чайна в апреле 2018 года. И импортная выставка в Китае, которая прошла совсем недавно, в ноябре. Я думаю, что результатом работы на этих выставках у нас и по следующему году будет значительный прирост. Создают и реализуют экспортный потенциал области не только гиганты промышленности, но и новички. Экспорт растет у нас в том числе за счет создания новых экспортно-индивидных предприятий. То есть это у нас выходят и гиганты наши, такие как Савушкин, Санта. И в целом у нас создано, если посмотреть за 10 месяцев, сейчас на данный момент, 710 новых предприятий. Ну понятно, что не сразу они все начнут работать, но те, кто были созданы в прошлом году, уже работают, в том числе успешно на внешних рынках. Прошедший семинар должен внести свой вклад в повышение уровня продвижения товаров и услуг Брещены на новые рынки. Кстати, подобные мероприятия после города над Бугом продолжатся в стране. К примеру, в январе встречи со специалистами запланированы в Гродно и Могилеве. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». О большой подготовке Бреста к миллениуму в наших выпусках мы рассказывали не единожды. Составляющая уже скорого года тысячелетия весьма многогранна. Готовятся грандиозные культурные программы. Брест – культурная столица СНГ. Спортивные мероприятия. Областной центр будет встречать участников вторых европейских игр. Капитальные ремонты и реконструкции переживает жилищный фонд. Строятся новые дома и объекты инфраструктуры. Активно к тысячелетию готовятся строители. На них возложена огромная ответственность. Масштабные стройки, западный обход, кубринский путепровод. Переведение в соответствующий вид транспортных артерий. Буквально на глазах город преображается. Об этом вам, уважаемые телезрители, мы рассказываем постоянно. Сегодня продолжим этот разговор только уже с новыми фактами. Смотрим материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Говоря о подготовке города к тысячелетию, в первую очередь мы обращаем внимание на строительные работы. И это обоснованно, ведь в преддверии такого масштабного юбилея Брест меняется буквально на глазах. В городе появляются объекты, масштаб и сложность возведения которых оценивают даже на республиканском уровне. Конечно же, речь идет о западном обходе. Деятельность по строительству транспортной развязки проходит без остановки движения, которые на этом участке по-настоящему насыщенные. В центре внимания строителей в эти дни кольцевая эстакада. Само кольцо будет завершено в декабре. Останутся только два монолитных участка. Это съезд на Поплавского и на лейтенанта Рядцева. Но если погода будет, то и эти работы мы в декабре закончим. Еще один объект, за строительством которого так внимательно наблюдали и горожане, и проезжающие в Рестуристы – новое здание автовокзала. Уже сегодня здесь идут внутренние отделочные работы. Основной блок практически завершен. Свообразный шарм-проект ударит его оформление. Фасад состоит из витражных конструкций и стекла, что в свою очередь открывает перспективу на стоящий позади железнодорожный вокзал. По автовокзалу на сегодняшний день у нас практически работы все завершены, кроме установки оборудования и наладки систем оповещения и видеонаблюдения. Поэтому эти работы, я думаю, где-то за январь-февраль месяц приведут в исполнение, и вокзал может быть функционировать. Строительство автовокзала стало поводом для комплексной реконструкции улицы Орджоникидзе. Кроме того, что движение здесь будет организовано по-другому, изменится и сама инфраструктура. Появятся остановки для автобусов, троллейбусов и такси, а также стоянка для машин. Нижние слои асфальта здесь уже положены, и в целом работы выходят на финишную прямую. Кстати, закрытый ранее подъем на мост теперь уже функционирует. Это должны учесть автовладельцы, планируя маршрут. Нижние слои всех подъездных путей, в том числе и дороги, завершены с укладкой чернового асфальта. Поэтому продолжаются работы больше о наведении уже какого-то порядка, докладывания плитки до установки забора. И поскольку объект сдается к июню 2019 года, где-то планируем маем месяцем уложить верхний слой асфальта и запустить транспорт, и запустить автовокзал. Подготовка к тысячелетию – тема не только для строителей. Активно к работам подключилась и творческая интеллигенция. Совсем недавно на улице Мицкевича появились необычные рисунки, повествующие о жизни Бреста польского периода. Работы были заказаны представителями предприятия «Белалка» и выполнены командой брестских художников на основе эскизов заслуженного мастера Николая Гурщенкова. Пять тематических историй, пять фрагментов жизни в областном центре много лет назад. Я пригласил на исполнение художника нашей Крымского союза «Желтко» Анатолия Сковородко, Игоря Владиславова. И вот они, так скажем, добросовестные, взнесли к этому делу. И они выполнили эту работу. А я уже на заключительной этапе сам тоже подключился и кое-что, какие-то ответственные моменты и сам выполнял. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерпо, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» и в следующем материале выпуска наш корреспондент Анастасия Стропко расскажет о делах сердечных. На текущей неделе в Бресте прошла очередная акция большого профилактического проекта «Здоровое сердце. Залог успеха». В этот раз состояние всего организма в целом и одной из главных его частей пламенных моторов смогли проверить сотрудники предприятия «Инкофуд». К слову, именно здесь и завершился цикл мероприятий проекта, рассчитанных на 2018 год. Об итогах инициативы и планах на будущее ее организаторов смотрите далее. Болезни системы кровообращения – актуальная проблема научной медицины и практического здравоохранения 21 века. Сердечно-сосудистые патологии занимают ведущее место в списке причин смертности и инвалидности во всем мире. Не является исключением и Беларусь. Только в городе над Бугом на начало текущего года зарегистрировано более 73 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения. И цифра эта в силу объективных причин будет расти. Именно поэтому так важна профилактика – предотвратить болезнь легче, чем устранять ее последствия. С превентивной целью и проводятся в Бресте и области мероприятия большого проекта «Здоровое сердце – залог успеха». Несомненно, есть эффект, потому что мы анализируем ситуацию по каждой акции, то есть анализируем, сколько человек обратилось к тому или иному специалисту, то или иное обследование прошло, какая выявлена патология, сколько человек направлено на дообследование. Конечно, картина разная на разных предприятиях, это зависит и от возраста, от других показателей. В рамках проекта врачи приезжают на предприятие и в организации. К примеру, в Бресте и районе за 2018 год специалисты провели 14 выездных приемов. Участники инициативы получили консультации кардиологов, офтальмологов, эндокринологов, неврологов и терапевтов. Прошли диагностику уровня здоровья по различным направлениям. Всего со старта проекта с марта 2017 в области в его мероприятиях приняло участие более 365 тысяч человек. Цифры, конечно, впечатляют. Из 365 тысяч было выявлено 50 тысяч людей с повышенным артериальным давлением. При этом порядка 7 тысяч – это люди с впервые выявленным артериальным давлением. И порядка 8 тысяч из них были направлены на дополнительное обследование по лечебным учреждениям. То есть наши акции мало того, что выявили, помогают выявлять такую патологию, мы и продолжаем дальше работать с этими людьми. Завершающим мероприятием в цикле «Здоровое сердце. Залог успеха-2018» в Бресте и районе стала акция на базе предприятия «Инкофуд». Завод уже 17 лет занимается выпуском мясной продукции. В его штате трудится около полутысячи человек. Порядка сотни из них приняли участие в профилактическом мероприятии. «Конечно, мы заботимся о своих работниках. Может быть, немножко для нас это было удивительно, потому что за последнее время подобных предложений не поступало. Наверное, есть какие-то изменения в подходах, и нас это очень порадовало. Поэтому мы, конечно же, согласились на организацию такого мероприятия. Я сегодня, придя уже на работу, вижу, как организован процесс. Мы постарались со своей стороны выделить максимально комфортный кабинет, для того, чтобы можно было разместиться с оборудованием, сотрудникам медучреждений. И очень радостно, что люди все активно идут». Кроме болезней системы кровообращения, особое внимание в рамках подобных мероприятий направлено на профилактику онкологических заболеваний. И организаторы, и участники проекта отмечают его эффективность. Многие предприятия, на которых уже удалось побывать специалистам, приглашают их вновь. К тому же, еще немало и тех, кто стоит в листе ожидания. А значит, есть большая вероятность того, что акция продолжится и в грядущем 2019 году. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». «Мы – женщины, а значит, мы в ответе». Развитие женского движения – важная составляющая государственной политики. Оно имеет огромное значение в области популяризации и укрепления семейных и духовных ценностей. Белорусский союз женщин. Сегодня это одна из наиболее сильных и ведущих организаций в стране. Ее прекрасные представительницы проводят мероприятия, встречи и акции в поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются разного рода благотворительностью и помогают ветеранам. Накануне в Бресте состоялась отчетно-выборная конференция Брестской городской организации Белорусского союза женщин. В актовом зале Брестской городской детской поликлиники номер один состоялась отчетно-выборная конференция городской организации Белорусского союза женщин. В совещании, которое, к слову, проводится раз в два с половиной года, участвовало свыше ста делегатов и гостей мероприятия. На большом собрании подводили итоги работы. Сегодня в Союз входят порядка трех тысяч брещанок. Все они смогли реализовать себя и в семье, и в карьере, и в социуме. Благодаря общественной работе они имеют возможность заниматься благотворительностью, активно принимать участие в самых разных проектах, а также воплощать в жизнь свои инициативы. Нужно отдать должное, что все первички, которые работают в городе, они очень активны. И у нас, если мы участвуем в выборной кампании, то на каждом избирательном участке есть наблюдатель, член комиссии. Именно Белорусского союза женщин. Все акции, которые проводятся под нашей эгидой, это в основном акции, которые относятся к детям, к семье, к здоровью женщины, к ее положению в обществе. Под эгидой Белорусского союза женщин проходят десятки ярких мероприятий и акций. Соберем портфель вместе, наши дети, подарим детям улыбку. Для представительниц союза благотворительность существует не только в рамках праздников. Депутаты, работники культуры, медики, педагоги и бизнес-леди. Женщины-руководители. У них разные профессии, взгляды и увлечения, но общая цель. Женщины-единомышленники, женщины небезвазличные к чужой беде, к чужому горю. И также женщины, которые сегодня готовы выступить с любой проблемой, поддержку и государственных инициатив, а также со своими инициативами по разному направлению. Немало задач предстоит решить членам организации и в следующем году. Прежде всего, это работа с резервом кадров, увеличение количества первичных организаций, в том числе в частном бизнесе, поддержка инициатив государственной политики, продвижение интересов женщины и, конечно, укрепление семейных ценностей. Важно привлечь в свои ряды как можно больше социально активных представительниц прекрасной половины, чтобы осуществлять свои задумки, воплощать в жизнь свои проекты, тем самым содействовать реализации государственной политики. Под эгидой Белорусского союза женщин наш территориальный центр реализует очень много социально значимых проектов. Один из них, тот проект, которым мы по-настоящему гордимся, это работа клуба многодетных мам. Сегодня этот проект уже имеет продолжение. Мы пошли дальше и объединили мам, воспитывающих детей с инвалидностью. У нас очень важный проект, который называется «Между нами девочками». Мы работаем с девочками-подростками, и также этот проект нашел продолжение. Сегодня мы объединили мальчиков-подростков и работаем также с ними. Впереди долгожданные новогодние торжества. А это значит, что в преддверии праздников первичной организации Белорусского союза женщин вновь окружат вниманием и заботой тех, кому это особенно необходимо. В этом уверена вновь избранный председатель Брестской городской организации Белорусского союза женщин Алла Старикевич. 16 декабря в Вооруженных силах Республики Беларусь отметят День специалиста радиоэлектронной борьбы. В канун профессионального праздника второй год подряд предприятия военно-промышленного комплекса страны осуществляют поставки современной техники воинские части, специализирующиеся в этой области. Одна из них дислоцируется в Бресте. С приятной миссией передать в войсковое участие две новые машины, оборудованные по последнему слову техники, в город над Бугом прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Олег Белоконев. Продолжит тему Ирина Альшова. Незадолго до празднования Дня специалиста радиоэлектронной борьбы в Брест прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Олег Белоконев. Миссия приятная – вручить экипажам 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы две новенькие станции, спроектированные и собранные лучшими конструкторскими умами Белоруссии. Дважды в год части радиоэлектронной борьбы получают обновленное оборудование с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Техника эта разрабатывалась у нас в Республике Беларусь. То есть от идеи, как она должна быть устроена, от научных разработок, научно-исследовательской работы, окор – все это происходило до нашей территории и нашими усилиями, нашими учеными, инженерами, конструкторами и программистами. Поэтому в этой технике все сделано нашими руками. Новая техника, поступившая сегодня на вооружение, способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение, как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станции распознает аналоговые цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления. Новые станции укомплектованы и размещены на автомобильной базе грузовиков МАЗ. Мелкие комплектующие закуплены в разных странах. С каждым годом возможности такой техники повышаются, и мы не отстаем от этого. У нас техника на уровне лучших мировых образцов. То, что мы делаем, делают не более пяти стран в мире технику такого высокого уровня. Ну, важное достоинство. Например, если взять советскую технику, диапазонные частоты были, допустим, 30-100, 100-400. Ну, это каждая отдельная станция. То теперь диапазонных частот от 30 до 3 тысяч. То есть, представляете, это в десятки раз шире диапазон, в десятки раз лучше возможности. Надо отметить, что подобное вооружение могут производить только самые развитые страны. Специалисты 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы уже освоили новую технику. В скором времени им предстоит заступить на боевое дежурство. Сейчас личный состав обучается. Вот уже неделю они практически отрабатывают все нормативы по развертыванию, свертыванию и работе на аппаратуре. Задачи у нас не изменились. Просто боевые возможности у нас увеличились по радиоразведке и радиоподавлению. Были диапазоны и радиосредства, которые мы не могли технологически разведать и подавить. Сейчас с помощью данных образцов мы в состоянии их разведать и осуществить радиоподавление. Ирина Шовой, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогов недели. О спорте. Всемирный день футбола мировая общественность отметит 10 декабря. В этот день, как правило, вспоминают легенд отечественного и зарубежного футбола. Говорят о нынешних достижениях сборных, рассказывают об известных футболистах. Таким образом, общественность отдает дань этому виду спорта, который для самих спортсменов не просто игра, а стиль, образ жизни. Наши корреспонденты немного отошли от привычных шаблонов и подготовили сюжет о тех, кто пока делает свои первые шаги на зеленом поле, но любит футбол не меньше, чем именитые игроки и мировые звезды. Ловкость, скорость, координация и выносливость. Несмотря на свой юный возраст, они виртуозно владеют мячом, а в слаженности и понимании друг друга на поле воспитанники Брестка и детской команды РУХ дадут фору многим взрослым коллегам. Они не жалеют точной пассы и удары. Словом, не тянут одеяло на себя. Ведь помочь партнеру – это значит поспособствовать успеху всей команды. В футбол, кто может сказать, так жизнь, потому что, когда ты приходишь на свою тренировку или на игру, ты забываешь о своих проблемах, чувствуешь себя хорошо, чувствуешь себя в своем коллективе. Ты можешь с ними поделиться, они тебя могут выслушать. Это примерно как дома. Я занимаюсь уже более трех лет. Мне нравится заниматься именно в этой команде, потому что тут интересные упражнения, тренировки тоже. Я хочу быть как Месси Лионель, потому что мне очень нравится его стиль игры и мне нравится, как он играет. Конечно, их жизнь за пределами поля яркая и насыщенная. Но именно на тренировках, выездных матчах и сборах, признаются мальчишки, чувствуют себя в своей тарелке. А еще много работают не только над физической подготовкой и техникой игры, но и развивают футбольный интеллект. Будет предвидеть действия противника и уметь мгновенно принимать правильные решения. На поле, пожалуй, одно из главных. Раз в неделю мы занимаемся в зале гимнастики, где тренер, специализированный тренер занимается именно с детьми. То есть это и координация, и ловкость, и гибкость, и даже растяжка, какие-то умственные задания. И я вам скажу, в прошлом году мы тоже были, занимались почти 5 месяцев. И за 5 месяцев дети в плане координации, ловкости очень сильно выросли. 22 декабря ребята примут участие в предновогодних стартах в Польше. А недавно команда вернулась из Украины с турнира Ковыл Кап Тайм, где вела баталии с 15 командами. Мальчишкам удалось выиграть почетную бронзу. На кости Верчуке лежит особая ответственность. Его папа тоже футболист. Выступает на любительском чемпионате города, который проходит под эгидой Амада. Я вижу, что он растет как игрок, то есть какая-то мысль прослеживается в футболе, в поведении. И, соответственно, при разговоре с тренером тоже вижу, что тренер как бы доволен и видит, что у него какие-то есть подвижки. Пока у них нет славы, особой популярности и всенародной любви. Пока нет поля с идеальным газоном и множество спонсоров. Но есть другое. Огромное желание когда-нибудь повторить финты Роналда, забить как Месси, сделать карьеру в Беларуси или стать нужным в зарубежных клубах. А еще у них есть тренер, который верит в них больше, чем кто-либо другой. Когда я только пришел сюда, для меня это было очень тяжело. Для меня это был первый опыт, дети, маленькие дети. Я не знал, что даже с ними делать примерно. Но со временем, за турниром, заслужил их неуважение. Они начали понимать меня. Я узнал каждого из них, что любят, что им нравится, что не нравится. Удалось мне, родителям, руководству клуба создать здесь не просто команду, а создать такую небольшую семью. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас вечером в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, но независимо от метеопрогноза. В любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительные моменты и чаще улыбайтесь. Тогда все у вас получится. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 9-10 декабря республика будет находиться под влиянием циклона с центром над Балтийским морем и его атмосферных фронтов. В воскресенье в Бресте пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют туман, слабый гололюд, на дорогах гололедица. Ветер южный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 1,3 со знаком плюс. Максимальная днем 4 градуса выше нуля. 10 декабря день будет отмечен дождями и туманом, гололедом и гололедицей на дорогах. Ветер ночью юго-западный, умеренный, сменится в течение дня на западный, порывистый. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин